всем привет в общем принесли на ремонт очередной чн тандер проблема в том что он вообще не включается никаких признаков жизни вот будем разбираться в проблеме в чем же у нас проблема возможно возможно какое-то залитие либо отошли провода от штекера в общем сначала раскрутим вот это вот гильза кстати откручивается руками легко это хорошо ну вот прежде чем откручивать кожух мотора нужно будет расслабить вот эти вот винты по периметру чтобы разъем у нас болтался и начинать откручивать кожух вот приступим вот в общем разжали винты по периметру чтобы штекер свободно прокручивался в разъеме и вот в этом отверстие за счет того когда будем крутить корпус это не даст внутри проводам оборваться вот теперь традиционно нужно обмотать кожух изолентой охватиться хорошенечко щипцами и попробовать его открутить судя потому что здесь не так обильно залито все клеем то кожух должен открутиться без проблем вот попробуем я думаю столько достаточно можно обрезать все хорошенько ухватили щипцами за корпус и пробуем откручивать пробуем откручивать пошла пошла родимая так штекер почему-то не хочет проваливаться внутрь видимо где-то что-то не дожали чем сейчас еще раз попробуем винтики полностью все открутите повторим попытку вот то есть проблема судя по всему в отвалившиеся катушки сейчас нужно будет посмотреть откуда она вылетела и попробовать присобачить ее на место а пока что попробуем подрубиться к мотору напрямую минуя схему как вы слышите мотор у нас живой поэтому причина вот в этой катушке теперь осталось придумать как ее присобачить на место вот в общем сложность составляет в том чтобы вот эту вот маленькую катушечку индуктивности нам обратно запаять на плату вот на плате было как бы четыре контактные площадки вот я думал что катушка была припаяна но поскольку феррит не паяется то судя по всему она то ли была приклеена то ли слегка прихвачена припоем вот но суть в том что нам надо все таки запаять два проводка по диагонали проблема в том что они очень тонкие вот ну и расположить катушку на четырех контактах этих вот будем пробовать в общем в общем при детальном рассмотрении рассмотрении катушки все же оказалось что в ней не два вывода то есть два проводка вот их чуть чуть видно а четыре то есть на каждый угол по выводу но прикол в том что все они звонятся звонятся ну вот то есть не знаю будет ли сейчас попаду ли я в эти проводки это очень сложно сделать ну вот вы слышите что выводы звенят и это похоже на то что коротнула катушка ну обгорела изоляция на медном проводе и соответственно все это замкнуло замкнуло четыре конца то есть все четыре конца звенят вот суть в чем сейчас я покажу на шайеновской плате так есть у нас четыре контактные площадки на которых якобы стояла катушка вот первые два они идут вот с плюса ну плюс в плюс минус в минус то есть вы можете в этом сейчас убедиться вот плюс звенит минус не звенит ставим на минус минус звенит соответственно по логике вещей вот эти два контакта не должны замыкаться иначе мы получим короткое замыкание вот я пробовал ставить катуху и соответственно пошел дымок что означает что катушка закорочена и для дальнейшей работы она в принципе уже не пригодна вот то есть нам нужна либо новая катушка либо как такой временный вариант я просто замкну вот эти вот этот с этим выводом этот с этим выводом поставлю все нулевые резаки вот и по логике вещей ротор должен работать вот не совсем кстати понятно по плате потому что на старых либо я не знаю просто это старая либо новая версия но катушки были другие были двух выводные катушки вот зачем здесь четыре вывода на одном ферите не совсем мне понятно вот но как бы катушечку закажем новую а пока вот на время поставим нулевые резаки в принципе большой разницы я бы даже сказал разницы в работе не будет наверное вообще потому что емкость индуктивность точнее катушек было 0,47 микро генри вот достаточно маленькая вот ну сейчас попробуем короче всунуть перемычки и проверить работу вот припаяли мы нулевые резаки тип размер 12,06 они идеально сюда стали вот сейчас глянем на это дело поближе вот ну и проверим работает ли как видим все работает при этом мы подключились не напрямую к мотору а все как положено через схему то есть вся защита у нас остается работоспособной вот ну теперь осталось нам припаять припаяли наш мини джек берем корпус продеваем закручиваем включаем включаем все работает все концеплирует и это очень хорошо на этом все подписывайтесь на канал и ждите новых видосов пока